Никола Тесла Итак, каждое утро. Деньги. Деньги. Как вы произносите это слово? Какое чувство оно вас вызывает? Вам нравится произносить это слово или вы испытываете дискомфорт? Стараетесь ли вы произносить слово «деньги» как можно реже? Как бы намекая, заменяя его другими словами или расплывчатыми фразами? Скажите прямо сейчас «деньги». Послушайте свой голос. Он звучит уверенно? Расскажу вам одну историю. Недавно я ехал на машине и услышал то, что меня поразило. Я думаю, вы знаете такой стиль, когда люди звонят на радиостанцию и просят подарить песню своим близким. Теща поздравляет зятя с днем рождения, желает ему добра, счастья, здоровья. Ее голос звучит бодро, радостно и вдруг пауза. И дальше вкратчиво и стыдливо. И денег побольше. Люди хотят иметь денег больше, чем имеют сейчас. Но в то же время они стесняются этого. Они стесняются даже самого желания иметь больше денег. Люди считают деньги чем-то постыдным, недостойным хорошего человека. А теперь у меня к вам вопрос. Зачем вам деньги? На самом деле нужны не сами деньги, а то, что они вам дают. Возможность реализовать свои мечты, возможность проводить больше времени с семьей и с друзьями. Возможность жить так, как нравится. Очень часто богатство и успех люди связывают с везением. Повезло родиться в богатой семье, выиграл лотерею, природа наделила талантами, оказался в нужное время в нужном месте. И там с неба упал миллион долларов. Вы действительно верите, что можете так разбогатеть? Более 20 лет я изучал то, что ведет к успеху. И знаете что? Волшебного секрета, как стать счастливым, успешным и богатым не существует. Но кое-что, чего не знают остальные, все же есть. Для себя я назвал это принципами успеха. Я долго искал эти принципы. Я собирал их буквально по крупицам. Я хотел понять, как думают и действуют те, кто достиг богатства и процветания. В результате я добыл 12 принципов успеха. Каждый принцип я тщательно проверил и опробовал в своей жизни. Я применял их сам и учил тех, кто был рядом. Именно благодаря этим принципам простой мальчишка из маленького военного городка стал мультимиллионером. А тысячи моих друзей, сотрудников, коллег и последователей обрели финансовую независимость. Я поделюсь с вами этими уникальными знаниями и личным опытом. Благодаря этим принципам вы сможете самостоятельно, без каких-либо тренингов или наставников, всего за один год достичь настоящего успеха. Как это работает? Вы получите простой и понятный план действий, который состоит из 12 шагов. Осваивая всего один принцип каждый месяц, уже через год вы не узнаете себя. Более того, вам не придется ждать первых результатов целый год. Как только вы начнете действовать, вы немедленно заметите улучшение в своей жизни. Готовы начать? Тогда познакомьтесь с первым принципом. Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем мы можем быть. Господин Шварценеггер, вы достигли невероятного успеха, как в спорте. Вы достигли невероятного успеха в кинематографе. Вы достигли невероятного успеха в политике. Что для вас лично успех? Я думаю, что успех означает достижение своих целей. Я думаю, у каждого из нас есть определенные идеи, что мы хотим делать в жизни. Некоторые люди имеют большие цели, как я. У других людей небольшие цели. Когда у вас есть цели, и вы их достигаете, это важно. Это и означает успех. Это означает, что вы успешный человек. Неважно, достигаете ли вы больших целей, важно, что вы достигаете тех целей, которые сами себе поставили. Тогда вы успешны. Что вы чувствуете, когда вдруг узнаете, что кто-то, кого вы хорошо знаете, зарабатывает больше вас? Ваш ответ показывает, насколько вы честны с собой. Вы чувствуете радость за своего знакомого? Давайте начистоту. Может быть, это зависть, обида, злость, разочарование. Но в обществе не принято давать такие ответы. И мы натягиваем фальшивые улыбки и лицемерно поздравляем других с успехом. Именно так, раз за разом, мы привыкаем обманывать себя. Это не единственная наша привычка, связанная с образом мышления, который не дает достичь нам желаемого. Сейчас вы поймете, почему. Некоторые склонны искать причины своего невезения вовне. Они думают, что им не повезло, их не ценят, а жизнь вообще несправедлива. Но на самом деле наш образ мыслей, наши представления о себе и окружающей мире играют ключевую роль в нашем успехе. Если вы еще не добились того, чего хотите, значит, вы страдаете от образа мышления, который присущ неудачникам. А теперь мне к вам вопрос. Как вы относитесь к трудностям? Как вы действуете в условиях стресса? Какие у вас привычки? Все, что у вас есть сегодня, это результат ваших мыслей позавчера и действий вчера. Наши мысли определяют наши действия. А уже действия дают результат. Если вам не нравятся результаты, то единственный способ получить то, чего хочешь, это изменить то, с чего все начинается. Подумайте вот о чем. Когда вы родились, у вас не было собственного мнения о деньгах. Как, впрочем, о других вещах. Мы учимся у других. Мы видим и слышим, как в нашем окружении относятся к деньгам. И так как мы не знаем ничего другого, то и считаем это все истинным. Мы принимаем эту точку зрения на веру и сами также начинаем относиться ко всему, что касается денег, богатства и процветания. Итак, ваше представление о деньгах рождают у вас определенные, вполне конкретные мысли. Эти мысли ведут вас к определенным, вполне конкретным действиям. И в итоге вы получаете заранее предсказуемый результат. Сейчас вам с максимальным вниманием нужно отнестись к тому, что я скажу дальше. Если вы хотите получить то, чего у вас нет, то вам нужно начать делать то, что вы никогда не делали. Вам нужно понять, что невозможно получить другой результат, делая то, что вы делали все это время. Как только вы это осознаете, то сможете поменять свой подход к жизни и стать настолько успешным человеком, насколько вы захотите. Вы сомневаетесь, что это так важно? Вы считаете, что дело в другом? Жизнь к вам несправедлива и не дает вам то, что есть у тех, кому повезло? Перестаньте обманывать себя. Мы все живем в одном и том же мире. В одних этих же условиях есть те, кому не ведет и те, кто преуспевает. Это происходит потому, что у одних развита психология бедности и дефицита, а у других психология богатства и изобилия. И каждый видит то, на что настроено его сознание. Сейчас я вам открою секрет успешных и богатых. Но прежде я хочу вас кое о чем спросить. Что вы делаете, когда проходите мимо дорогих магазинов? Вы с интересом разглядываете витрины? Есть ли у вас желание зайти примерить новые часы, костюмы, ювелирные украшения? Или вы быстро проходите мимо? Подавляющее большинство людей стесняются таких магазинов. Если им и доведется оказаться в дорогом бутике, то они чувствуют себя в нем крайне неуютно. Люди считают, что они этого не заслужили. Они убедили себя, что они недостойны таких дорогих вещей. И знаете что? Только они сами так считают, и никто другой. Это собственное представление человека о том, какого именно уровня жизни он заслуживает. Кто-то искренне считает, что ему должно принадлежать все самое лучшее, а кто-то готов довольствоваться малым. Все упирается в ваше собственное убеждение о том, чего заслуживаете именно вы. Все успешные и богатые люди уверены в том, что они заслуживают всего самого лучшего. Поэтому они и получают все самое лучшее. Вы ничем не отличаетесь от них, поэтому также достойны всего самого лучшего. Для этого вам нужно обрести смелость желать самого лучшего. Это право дано вам от рождения. Я много общаюсь с разными людьми. И разумеется, мне, как богатому человеку, который сам с нуля создал свое состояние, задают вопрос о том, как разбогатеть. А сейчас я вам расскажу удивительную вещь, на которую я обратил внимание. На самом деле, они не хотят, чтобы их доходы значительно выросли. Те самые люди, которые вроде бы так жаждали стать богатыми, оставляют все как есть и ничего не делают, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Внутренне они не готовы к этому. Это их пугает. Людям приятно об этом мечтать. Им нравится жить в иллюзиях о том, что это возможно. И при этом сами они по-настоящему не верят в эту возможность. Ваша жизнь может быть невероятно насыщенной, изобильной и прекрасной. Но часто мы сами не готовы идти дальше после того, как достигли определенного уровня комфорта. И все это из-за собственных ограничивающих убеждений. Пришло время изменить отношение к себе. Вы победитель. Вы родились победителем. И пора это признать. Вы заслуживаете самого лучшего, что можно только представить. Да-да, именно вы. Ваши убеждения о том, что жизнь трудна и несправедлива, вам навязаны. На самом деле они не ваши. Они принадлежат вашим родителям, учителям в школе, вашим друзьям, кому угодно, но только не вам. В свое время вы услышали их и приняли как нечто истинное. Вы можете легко от них отказаться. В этом вся суть. Вы сами вправе решать, что думать о богатстве и деньгах. Теперь возникает вопрос. Как избавиться от старых негативных представлений о жизни и начать мыслить по-новому? С этого момента каждую негативную мысль заменяйте на позитивную. Я не могу? Заменяйте на я могу и сделаю. Вместо у меня не получится? Говорите, у меня всегда все получается. Вместо я не знаю, что делать? Думайте, я всегда нахожу отличное решение. Это мне не по карману? Заменяйте на я могу иметь все, что захочу. Это проще, чем вы думаете. Знаете, что часто становится непреодолимым препятствием для тех, кто стремится к успеху? Если вы говорите, думаете одно, но где-то в глубине, уверены в обратном, то вы же сами не позволяете иметь себе то, о чем мечтаете. Поэтому сейчас же займитесь формированием своей здоровой самооценки. Интенсивно кормите свое сознание полезной пищей. Вы сами должны выбирать, о чем думаете, что читаете, что смотрите, о чем говорите. Наполняйте себя новыми знаниями, постоянно развивайтесь. Смотрите мотивационные видео, читайте полезные книги, общайтесь с позитивно мыслящими и успешными людьми. И настойчиво применяйте принципы, о которых я вам рассказываю в этом фильме. Прямо сейчас подойдите к зеркалу. Человек в отражении, в ответе за все, что у вас есть или чего у вас нет. Ту жизнь, в которой вы живете и которой вы недовольны, вы создали себе сами. Самое замечательное, что именно вы можете все исправить. Ваш успех в ваших руках. Лучше быть предметом зависти, чем сострадания. Геродот Принцип 2 Миллионер Пора вам познакомиться с вашей новой реальностью. Утро, вы открыли глаза. Вас очень радует то, что вы видите вокруг. Вы проснулись не по будильнику, а когда выспались. Принимаете душ, завтракаете. Вы никуда не торопитесь, потому что сами распоряжаете своим временем. Спокойно и с удовольствием пьете чай. Затем вы садитесь в новый автомобиль, который купили только вчера. Вы в предвкушении чего-то неординарного. Начинается прекрасный день. Все дороги открыты. Выбор за вами. Вперед, навстречу безграничным возможностям. Это обычное утро вашей новой жизни. Пора реализовать это наяву. Но есть кое-что, что вам сначала надо узнать. Сейчас расскажу удивительную вещь. Некоторые считают, что богатые люди – это негодяи и подлецы. И что для того, чтобы нажить состояние, нужно обманывать, воровать, предавать, идти по головам, вести себя недостойно и жестоко. Если вы тоже так считаете, то вот вам удивительный парадокс. Как вы можете стать богатым человеком, если вы ненавидите таких людей? Вы же не хотите становиться таким чудовищем и превращать свою жизнь в ад? Получается, что одна ваша часть хочет богатства, а другая активно сопротивляется этому. Многие люди боятся быть богатыми. Именно боятся. Я не случайно использовал это слово. Боятся того, что им придется заплатить слишком большую цену за обретение финансовой свободы. Как вы понимаете, даже одно негативное убеждение о богатстве способно полностью лишить вас шансов владеть большими деньгами. Это значит, что первым делом вам нужно избавиться от влияния этих ядовитых убеждений и неудачников, например, не в деньгах счастья. Вы абсолютно правы, оно не в богатстве и не в бедности. Счастье – это категория совсем другого порядка. Зачем устанавливать взаимосвязь, которая объективно не существует? Деньги сами по себе – это возможность для реализации, для воплощения своих желаний. Будут они приносить вам счастье или нет – это зависит исключительно от вас. От вашего настроя, вашего отношения, от того, на что вы будете тратить свои деньги. Вы можете быть счастливым, ровно как и несчастным. Как с деньгами, так и без них. Если одно другому не мешает, почему бы вам не быть и счастливым, и богатым? А как вам идея о том, что чтобы стать богатым, нужно работать 24 часа в сутки? Скажу сразу – богатым это вас точно не сделает. Я знаю тех, кто работает на трех работах и при этом еле-еле оплачивает ипотеку. Конечно, чтобы хорошо жить, вам придется много работать. Это неоспоримый факт. И, как ни странно, чтобы поддерживать хоть какой-то приемлемый уровень жизни, вам придется работать не меньше. Открою вам секрет. Имеет значение не то, сколько вы работаете, а то, какой доход приносит ваша деятельность. Кстати, не нужно тебе утешать, пусть у меня нет золотых дворцов, зато у меня есть близкие люди, любимые дети, все здоровы, на том спасибо. У вас должно быть и то, и другое. И давайте говорить на чистоту. Разве семьи, в которых нет достатка, счастливы? Перестаньте мыслить или-или. Вам нужно и то, и другое. Конечно, вы можете сказать, Роман, тебе легко говорить с твоими-то деньгами. Проясним это сразу. Ваш успех полностью зависит от вас. Чего я точно не буду делать, так это уговаривать вас стать богатыми, счастливыми и успешными. Я могу научить вас, могу показать самый прямой путь к финансовому успеху, но двигаться вам придется самостоятельно. Кстати, кто-то прикрывает свою лень и недальновидность заботой о других. Они так и говорят, что если они станут богаче, то отнимут деньги у бедных. Давайте посмотрим на это здраво. Вы ничего ни у кого не отнимаете. Мы говорим только о законных способах приобретения богатства. А это означает, что все деньги, которые вы зарабатываете, принадлежат вам по праву. И позвольте заметить, если вы богаты, то у вас есть гораздо больше возможностей и способов помочь остальным. Очень часто люди говорят, что деньги – это зло, а богатые люди – это злодеи. Вам не стыдно быть богатым? Я очень счастлив, что у меня есть деньги. Потому что если бы у меня не было денег, я не мог бы жить так, как живу сейчас. У меня не было бы машин, на которых я езжу. У меня не было бы возможности путешествовать по миру и многому учиться. Но самое важное – у меня не было бы возможности заниматься благотворительностью. Очень важно отдавать деньги, делиться деньгами. Перестаньте себя обманывать. Деньги вас не испортят. Они лишь подчеркнут то, что в вас и так есть. А теперь от слов к делу. Составьте свое представление о богатых людях. Для этого соберите всю возможную информацию. Прочитайте биографии богатых людей. Посмотрите интервью с ними. Наполнитесь энергией этих людей. Впитайте их мировоззрение. Найдите для себя то, за что вы можете уважать богатых людей. Ведь скоро вы станете одним из нас. Чтобы приобрести богатство, вам нужно привлечь его в свою жизнь. Вы должны вдохновиться этой идеей и наполниться ей изнутри. Именно поэтому вы должны окружить себя тем, что вызывает у вас положительные эмоции. Вам нужно уже сейчас покупать себе настолько красивую и качественную одежду, насколько вы можете. Есть вкусную, полезную еду из красивой посуды. Поддерживайте позитивные мысли, бодрость, хорошее самочувствие. Общайтесь с успешными людьми, которые мыслят как победители. Все это даст вам необходимое вдохновение и правильный настрой. Успех и богатство приходят к тем, кто настойчиво к этому стремится, кто развивает в себе необходимое качество. Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели. Оскар Уальд Все знают пословицу «Своя рубаха ближе к телу». Как все гениальное, смысл этой мудрой фразы прост. Никто не позаботится о ваших интересах лучше вас. Посмотрите вокруг. О чем постоянно говорят люди? Что муссируется в СМИ? Здравоохранение, образование, пенсия. Знакомые темы? И что вы слышите? Люди постоянно недовольны. Удивительно. Разве кто-то мешает читать книги или получать дополнительное образование, чтобы стать более востребованным специалистом? Разве кто-то мешает правильно питаться и заниматься спортом, чтобы быть здоровым? Разве кто-то мешает создать личный пенсионный капитал, который позволит достойно жить в более зрелом возрасте? Тот, кто выбирает простой на первый взгляд путь доверить свою жизнь другим, тот и получает соответствующий результат. И позвольте заметить, вы сами сделали такой выбор. Вы сами отдали свою жизнь чужие руки. И самое удивительное, именно вы можете все изменить прямо сейчас. Очень часто люди жалуются, что их чему-то не научили в школе. А должны были? Неужели вы вправду считаете, что ваше счастье, ваш успех, ваше благополучие настолько важны для кого-то, кроме вас и ваших близких людей? Люди зациклены на себе. Им некогда думать о вас. Вопрос лишь в том, насколько ваша жизнь важна для вас. Задача человека, который стремится к успеху, стать вожаком для самого себя. Пытаясь сбросить на кого-то свои проблемы и ответственны за их решения, вы оказываетесь в очень странном положении. С одной стороны, вы сами перестаете заботиться о себе. А с другой стороны, вы все время жалуете, что не получаете желаемого от своих покровителей. Вы должны сами стать главным человеком в своей жизни. Конечно, вам придется потрудиться для своего счастья, и все ошибки будут ваши. Но и все заслуги, достижения и результаты, которые вы получите, тоже ваши. Есть еще одна важная деталь. Не позволяйте мнению других людей влиять на ваше мужество, на ваш настрой, на вашу решительность. Никто не может знать, чего вы можете достичь, каким великим человеком вы можете стать. Вы и сами не знаете себя настолько хорошо, чтобы заранее навешивать на себя ярлыки неудачника и слабака. Лишь действуя вы можете проявить свои истинные способности. Когда вы прислушиваетесь к чужому мнению о себе и считаете его верным, у вас пропадает уверенность в себе. В результате уже не вы руководите своей жизнью, а вами руководят другие люди, к чему мнению вы решили прислушаться. Поступая так, вы позволяете другим людям отговаривать вас от ваших планов, идей и целей. И в конце концов вы просто остаетесь ни с чем. Не уверены в себе и обессилены. Одно из моих правил успеха – не слушать, что говорят советчики из ближайшего окружения. Мой отец говорил, «Ты сумасшедший. Для чего ты хочешь быть самым мускулистым человеком? Лучше иди рубить дрова, будь полезен людям. Или добывай и поднимай уголь, и станешь сильным благодаря этому». Он не верил в меня. Он не верил в то, что я могу чего-то достичь. Он хотел, чтобы я был как все, и чтобы у меня не было этих сумасшедших идей. Моя мама тоже не поддерживала мои мечты. Она волновалась, когда я приходил домой во время перемен в обеденный перерыв и делал 250 приседаний. Она говорила, «Я собираюсь позвонить доктору, потому что это ненормально. Так ты убьешь себя. Ты постоянно тренируешься». Она не верила в меня. Когда я захотел сниматься в фильмах в Голливуде, самые позитивно настроенные люди говорили мне, «У тебя ничего не выйдет. У тебя акцент, как у нациста. У тебя слишком крупное тело, твой вес 250 фунтов, и твое имя – Шворнс, Шниц, или как там еще?» Это не сработает. В общем, все мне говорили «нет». Но меня это не волновало, потому что я знал, Арнольд знал, что я сделаю это, потому что я ясно видел впереди свою цель и мог представить, как я ее достигаю. Никогда не сомневайтесь в себе, никогда не сомневайтесь в своих способностях. Даже если вам кажется, что у вас их нет, это значит лишь то, что вы не знаете о них и не умеете ими пользоваться. Как только вы начнете действовать, то откройте в себе много талантов, о которых даже не подозревали. Некоторые думают, что им нужна чья-то поддержка для достижения своих целей. Да, поддержка – это хорошо. Но правда состоит в том, что никому до вас нет дела. Так что приготовьтесь сделать первые шаги самостоятельно. Ну вот что интересно. На самом деле вы уже обладаете той поддержкой, которая вам необходима. Те, кто сам достиг успеха, знают, где искать главную поддержку и опору. Вы – самый главный друг для себя. Вы – главная поддержка и опора. Вы недооценивали себе много лет. Вы обладаете куда большей силой, уверенностью и могуществом, чем можете себе представить. Если вы действительно хотите стать счастливым и богатым человеком, то пора принять тот факт, что только вы ответственны за свою жизнь. Чтобы стать успешным, вы должны принять решение стать успешным. Чтобы стать богатым, вы должны принять решение стать богатым. Чтобы стать миллионером, вы должны принять решение стать миллионером. Когда вы принимаете решение чего-то достичь, то вместе с этим вы должны взять на себя ответственность обязательно достичь этой цели. Только тогда вы получите желаемое. Мне приходилось часто слышать, как люди говорят, что они хотели бы иметь много денег. Говоря слова «я бы хотел», вы сразу даете себе понять, что настроены несерьезно, и все это пустой разговор. Не пробуйте, а действуйте таким образом, что вам нужно достичь своей цели во что бы то ни стало. Иными словами, единственный возможный результат – это победа. Когда вы действуете с таким настроем и непоколебимой решительностью, вы всегда получаете то, что хотите. СМЕЛОСТЬ НАЧАЛО ПОБЕДЫ ПЛУТАРХ ПРИНЦИП 4 СМЕЛОСТЬ Давайте я кое-что вам расскажу. Когда-то мой партнер по бизнесу обманом забрал мне все деньги и активы, опорочил меня перед близкими людьми и угрожал моей жизни. Я оказался перед сложным выбором. С одной стороны, я мог начать войну, и какая-то часть меня хотела этого. Я мужчина и офицеры были задеты моей части достоинства. Они угрожали моей семье. Я думаю, вы понимаете мои чувства. Но была и другая часть меня – хладнокровная и дальновидная. Я понимал, что ни к чему, кроме саморазрушения, это не приведет. Победа любой ценой могла полностью истощить меня. Месть могла разрушить жизнь моей семьи. Как же я поступил в той ситуации? Вы удивитесь, но для того, чтобы быть смелым, нужно столько же энергии, сколько для того, чтобы быть трусом. Постоянные страхи, тревоги, сомнения забирают огромное количество энергии, и вам почти ничего не остается. Только обладая смелостью вы сможете справиться с главным врагом любого успеха. Я говорю о страхе, который проявляется в виде сомнений, нерешительности, тревожных мыслей, неуверенности. Эти мысли могут быть самыми разнообразными, но в итоге их смысл сводится к опасениям. Я не могу, у меня не получится, мне с этим не справиться. Именно негативные мысли, которые из-под тяжка подтачивают веру человека в собственные силы, часто становятся причиной того, что человек даже думать не хочет о том, что он может достичь успеха. Не важно, насколько смелы вы сейчас, смелость можно развить. Для этого придерживайтесь двух простых вещей. Верьте, что вы смелый человек, и всегда действуйте так, как действует смелый человек. В каждый момент фокусируйте все свое внимание только на победе. И поступайте так, будто вы уже достигли успеха. Настройте себя на то, что вы можете справиться с любыми трудностями. Постоянно укрепляйте свою веру в это. И через какое-то время вы сами удивитесь тому, как поменяется ваше отношение к сложностям. Как только вы чувствуете тревогу или сомневаетесь в чем-то, сразу же усилием воли направьте свое мышление в правильное русло. Напомнив себе о вашей цели и о том, почему это важно для вас. Развивайте в себе привычку не думать о плохом. Не допускайте у себя мысли, а вдруг у меня не получится или и подобное. Вам нужно усвоить и то, что ваше отношение к трудностям должно поменяться. Вы должны научиться не только преодолевать их, но и обращать себе на пользу. Сейчас вам расскажу, как это сделать. Итак, пришло время поговорить об особой реакции на трудности. Я называю стратегией победителей. Этому я научился у великих полководцев. Во-первых, не поддавайтесь панике. Никогда. Вообще никогда. Это главное, о чем нужно помнить. Соберите всю информацию, какую только можете. Тщательно проанализируйте и самое главное перепроверьте факты. На деле информация может оказаться полной дезинформации. Третье. Мыслите дальновидно. Иногда надо пожертвовать чем-то незначительным в самом начале и при этом не дать втянуть себя в долгую изныряющую войну. Так вы сохраните ваши основные ресурсы. Деньги, время, силы. Тщательно планируйте свои действия. При этом всегда в поле зрения держите ту цель, которую вы хотите достичь. План ваших действий должен быть детальным, но при этом достаточно гибким. Заранее все предусмотреть невозможно, поэтому надо иметь запасной план. Большая ошибка, которую допускают почти все. Рассчитывать только на позитивный результат. Когда вы строите планы, вы должны быть готовы ко всему. Будьте реалистом, а не мечтателем. Действуйте. Действуйте быстро, энергично, решительно, без сомнений и промедлений. Если что-то идет не так, не надо упорствовать, еще больше усугубляя проблему. Настойчивость прекрасное качество, а вот упрямство наоборот. Гораздо эффективнее переосмыслить ситуацию, посмотреть на нее свежим взглядом. И, возможно, заметить важные детали, на которые вы сначала не обратили внимания. Это поможет вам улучшить план действий или найти новое решение. Когда я оказался перед выбором развязать войну со своим бывшим партнером или все бросить и начать с нуля, то, размышляя над этим, я провел много часов. Я решил начать все сначала и оказался прав. Всю энергию, которую я мог потратить на выяснение отношений, я направил на создание нового проекта. В результате я достиг гораздо больших успехов. Я проиграл битву, но я выиграл войну. В большинстве случаев не сами трудности, а именно реакция на них становится главным препятствием на пути к успеху. Каждый новый день, каждый час, каждая минута дает вам новый шанс на победу. Всегда бейте по воротам, даже если кажется, что шансов нет. Бейте! Рано или поздно вы обязательно забьете гол. Бедный человек не тот, у которого нет ни гроша в кармане, а тот, у которого нет мечты. Сократ Принцип 5 Цель Обращали ли вы внимание на то, что люди часто жалуются на свою жизнь? Они недовольны тем, что имеют? Деньги – это результат. Богатство – это результат. Желаемый уровень жизни – это тоже результат. Результат ваших мыслей и действий. То, что вы имеете сейчас – это результаты ваших предыдущих мыслей и предыдущих действий. Вы заложили основу этого результата не сегодня, а много лет назад. Когда мы говорим о богатстве и успехе, то встречаемся с удивительным парадоксом. У большинства людей нет ни финансовых целей, ни планов по их достижению. Конечно, не имея ясной цели и четкого представления о том, чего мы хотим, мы этого и не получаем. Это все равно, что сесть за руль, завести двигатель и поехать, куда глаза глядят. И так ездить часами. Приедете ли вы туда, куда вы хотели? А как понять, куда вы хотели приехать? Ведь вы сами этого не знаете. Итак, правило первое. Для того, чтобы получить то, чего вы хотите, вы предельно ясно должны понимать, чего вы хотите. И тут возникает проблема. Многие люди только в общих чертах понимают, как они хотят жить. И даже намечают себе какие-то цели, но почему-то не достигают их. С вами такое бывало? Это вроде того, что пойти в спортзал с понедельника. Итак, как же научиться достигать тех целей, которые вы себе ставите? Как ни удивительно, вам нужно начать с мечты. О чем вы мечтаете? Какова ваша самая заветная мечта? Сейчас не думайте о том, насколько она реальна. Именно мечта учит вас мыслить вне рамок и стандартов. Мечты нет ограничений. В мечтах возможно все. Когда вы научитесь мечтать по-настоящему, то увидите, что ограничений нет и в реальной жизни. Именно мечта – это начало вашего успеха. Ничто не остановит человека, у которого есть настоящая мечта. Как только у вас появляется настоящая мечта и жгучее непреодолимое желание получить то, о чем вы мечтаете, у вас появляется настоящая цель. Мечты и ясное понимание, чего вы хотите – это самые важные вещи. Просто мечты не важны, потому что мы все мечтаем. У вас должно быть очень ясное понимание, чего вы хотите достичь. Интересно, что большинство людей не могут ответить на этот вопрос. Например, я спрашиваю, тебе 17 лет, ты ходишь в школу. Зачем ты ходишь в школу? Мои родители сказали, что я должен ходить в школу. Это не настоящая причина. Я спрашиваю, чего ты хочешь достичь в жизни и в будущем? Даже когда люди идут в университет, они не знают, зачем. 70% людей не знают, зачем они это делают. Мне их жаль, потому что я чувствую, что я был очень удачлив. Потому что, когда мне было 15, я твердо знал, что я хочу быть чемпионом мира по бодибилдингу. Когда мне было 10, я очень четко понимал, что я хочу быть в Америке. Я не представлял себя австрийцем. Я знал, что хочу быть американцем. Сейчас, прожив в Америке 50 лет, я чувствую себя и австрийцем, и американцем. Но это была моя мечта в 10 лет. Это было не то, что говорил мой отец. Он хотел, чтобы я стал офицером полиции. Моя мама хотела, чтобы я женился на австрийской девушке, и у нас было 5 детей. Это были их мечты, не мои. Моя мечта была жить в Америке. Позже я хотел стать чемпионом по бодибилдингу, сниматься в кино, делать фильмы. Меня не волновало, как много усилий мне придется приложить для этого. Я только знал, что в сутках 24 часа. И я был готов пахать. Делать все, что понадобится, чтобы моя мечта стала реальностью. И эта тяжелая работа делала меня счастливым. Потому что я знал, что я куда-то приду. Да. Часто люди делают большую ошибку. Они мечтают об одном, а цели ставят совсем другие. Мечты им кажутся настолько недостижимые, что они даже не решаются думать о том, чтобы превратить ее в реальность. В результате они вообще ничего не делают и продолжают прозябать в болоте рутины и обыденности. Сейчас вам не нужно думать о том, как вы получите то, о чем мечтаете. Сначала вам нужно осознать, чего вы хотите. Пусть это будет что-то невероятное, немыслимое, грандиозное. Пусть эта мечта пугает вас своей масштабностью. Пусть кажется недостижимой. Это и нужно. Только тогда вы сможете наполняться энергией, которая даст вам вдохновение и силы для ее достижения. Произносите вслух свои мысли. Говорите громко и уверенно. Кричите. Начинайте ваши фразы со слов «Я хочу, я могу». Затем произносите свои мысли так, как будто бы они уже воплотились. Например, если вы хотите стать миллионером, то утверждайте «Я хочу быть миллионером, я могу стать миллионером». А потом провозглашайте с еще большей уверенностью «Я миллионер». Проделайте это. Вложите всю свою душу, всю страсть, на которую вы только способны. Ничто не должно сдерживать вас. Теперь, когда вы знаете тот идеал, к которому стремитесь, пора сделать его достижимой целью. Цель отличается от мечты тем, что она конкретна. Например, стать не просто богатым, а миллионером. И не когда-нибудь, а в течение пяти лет. Вам нужно сделать свою цель не просто конкретной, а увидеть себя уже достигшим ее. Представьте себе результат, который вы получите. Максимально ярко и образно нарисуйте его в своем воображении. Теперь вам нужно сосредоточить все свое внимание на созданном в вашем воображении образе. Думайте о нем, постоянно возвращая себя к мысли о том, чего вы хотите. Это состояние должно стать для вас навязчивой идеей. Теперь ваша цель станет для вас своеобразным маяком. Все свои мысли и действия должны направлять в ее сторону. С этого момента концентрируйте все свое внимание на ней и только на ней. Теперь вам надо вашу большую цель разбить на небольшие этапы в краткосрочные цели. Достигая этих краткосрочных целей, вы шаг за шагом приближаетесь к вашей глобальной цели. И что самое удивительное, она уже не кажется такой колоссальной и недостижимой. Часто можно услышать, что нет смысла заглядывать дальше, чем на полгода. Максимум год вперед – это большая ошибка. Если вы мыслите в рамках нескольких дней или недель, то и цели вы ставите мелкие. Прежде чем двигаться дальше, я вам расскажу одну историю, которая, возможно, заставит вас посмотреть по-новому на ваши реальные возможности. Ежедневно я получаю сотни комментариев. Один из подписчиков написал, что ради эксперимента каждый день в копилку откладывал деньги. Откладывал сколько мог, когда как получалось, и не заглядывал туда примерно год. За год у него накопилась сумма, превышающая его месячный доход в пять раз. Именно так работают краткосрочные и долгосрочные цели. Ставьте большие долгосрочные цели и идите к ним небольшими, настойчивыми, последовательными шагами краткосрочными целями. Есть кое-что еще, о чем вам надо знать. Часто я слышу, как люди говорят, как бы я хотел иметь такую яхту, такой автомобиль, такой дом, или как бы я хотел стать миллионером. Чувствуете, в чем подвох? Эти фразы полны разочарования. В них отсутствует хоть какая-то вера в то, что желаемое возможно. Так выражается не цель, а надежда. Призрачные надежды тянут из вас силы, лишают энергии, тратят ваше время на пустые размышления. При всей на первый взгляд безобидности надежды очень опасны. Питая себя надеждами, вы живете в иллюзии, а в результате стоите на месте. Цель – это твердое решение, которое вы принимаете и дальше готовы действовать для его воплощения. Цель должна быть конкретной. Я хочу, я буду, я достигну, я могу и сделаю. ПИФАГОР Просыпаясь утром, спроси себя, что я должен сделать вечером, прежде чем заснуть. Что я сделал? ПИФАГОР Принцип 6 Действие Знаете, что многие люди думают о тех, кто успешен и богат? Что им повезло? Откуда я это знаю? Про меня так говорят постоянно. Сейчас я вам кое-что расскажу. Слушайте внимательно. Прежде чем мне повезло, я сделал вот что. Мы начинали бизнес в 90-х годах, сотовых телефонов не было. Ты сидишь по вертушке набираешь, договариваешься у себя, список пишешь, назначаешь по 10-15 встреч в день и ездишь. Сейчас домой не принято приглашать, никто не приглашает. Мы сейчас все в ресторанах и в кафе, а раньше-то и кафе не было. Были вонючие забегаловки, в которых невозможно было сидеть от этой воней прокуренности. Поэтому мы первые результаты делали на квартире у клиента. Это было так. И было такое, что приезжаю, звоню, нету, 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 по дверью развернулся. Кто следующий? Следующий. Сам лично я ходил по квартирам и стучал, я делал свои продажи. С этого я лично начинал. В сутки у меня 300-400 километров было на спидометре автомобиля, 300-400 километров пробега. За год у меня был пробег на автомобиле 60 тысяч километров. Не каждый таксист столько проезжает. За год, за два года я загонял автомобиль. Новый автомобиль я загонял за два года. Как загнанная лошадь. Следующий. На сегодняшний день я поменял своих 50 автомобилей, которых лично я поменял. Они не выдерживали такой нагрузки. Это железо. Железо не может выдержать столько, сколько может выдержать человек. Многие люди видят только вершину айсберга. Успех, который есть у человека сейчас. И приписывают все это к везению. А тот колоссальный труд, который привел его на эту вершину, они просто игнорируют и не хотят замечать. Это одна из самых популярных сказок про успех. Сказка, в которую верят взрослые и умные люди. Знаете, что происходит дальше? Поверив в эту сказку, они ничего не предпринимают для улучшения своей жизни. Они ждут, они надеются. То есть они рассчитывают получить желаемое, ничего при этом не делая. Своё бездействие они оправдывают тем, что для везения им постоянно чего-то не хватает. Талантов, возможностей, знаний, поддержки. Вот если бы был помоложе. Вот если бы я умел хорошо продавать. Вот если бы мой начальник был ко мне добрее. И вместо того, чтобы засучить рукава и каждый день настойчиво идти к своей цели, они витают в облаках. Они не хотят планомерно работать 3-5 лет для гарантированного достижения результата. Они надеются, что когда-нибудь вдруг с неба им упадет миллион долларов. Мой жизненный опыт говорит о том, что гораздо более надежный и реальный способ стать миллионером начать решительно и настойчиво действовать для достижения этой цели. Я сделаю это. Хотите стать богатым и успешным? Запомните эту фразу. Я сделаю это. Пусть эта фраза станет вашим девизом. Большинство людей делают выбор в пользу того, чтобы не делать. Не прилагать нужных усилий, не работать над собой, не выходить из зоны комфорта. Правда жизни состоит в том, что вам все равно придется что-то делать. Выбирайте. Вы можете делать то, что делаете обычно. И конечно результаты тоже будут обычными. Или вы сделаете что-то новое и это выведет вас на более высокий уровень. Сознательно займите активную позицию и заявите себе, я сделаю это. Эти простые слова имеют очень большое значение. Так вы говорите себе, что вы хозяин положения. И после этого вы сразу подкрепляете свои слова решительным действием. Тогда ничто не сможет устоять перед вашим настроем. Такого настроя вам необходимо придерживаться каждый день. Всегда спрашивайте себя, сделал ли я все, что мог. Запомните это. Остался один вопрос. А что делать-то? Начните с того, что вы можете сделать прямо сейчас. Не нужно думать, самое ли это лучшее решение. Просто делайте то, что можете. Как только вы начнете предпринимать хоть какие-то действия, у вас появится первый результат. И самое главное, перед вами начнут открываться новые возможности, о которых вчера вы не могли даже подумать. И тут происходит самое интересное. Со временем вы начинаете лучше ориентироваться в ситуации. У вас появляется чутье. И это помогает вам находить самые эффективные решения и способы для достижения вашей цели. Самое главное, когда вы берете за что-то, то всегда считайте, что у вас все получится. Мыслите и действуйте так, как будто бы вы уже побывали в будущем и видели результаты того, что вам еще предстоит сделать. Вы просто знаете, что все будет именно так, как вы хотите, и твердо держитесь этого настроя. Направьте все свои мысли и действия на выполняемую работу. Не отвлекайтесь на страхи и сомнения. Спокойно, уверенно идите к своей цели. У вас все получится. Абсолютно точно. Должен вас предупредить, что есть одна очень опасная ловушка, и многие по незнанию в нее попадают. Когда человек начинает что-то делать, особенно если он берется за что-то новое, перед ним возникают трудности. Это обычное дело. Но вот тут и начинается самое интересное. Человек попадает в непростую ситуацию. Ему нужно сделать выбор. Отказаться от этой затеи, потому что она сложна. Или найти способ справиться с трудностями, чтобы получить желаемое. Другими словами, ему нужно сделать выбор. Делать или не делать. И вот он смотрит на эту ситуацию, оценивая свои возможности. Рассуждает, как обычно, что ему это не по силам. И, конечно, выбирает самый простой вариант. Догадались какой? Конечно, не делать. Все равно ничего не получится. Те же, кто достигают успеха, мыслят иначе. Они воспринимают трудности как задачи, которые нужно решить, чтобы получить желаемое. Они видят перед собой цель и понимают, что всегда можно найти подходящее решение, чтобы ее достичь. У них не остается вопроса, делать или не делать, потому что это так сложно. Это значит, что теперь и вам нужно выработать твердую привычку. Всегда задавать себе вопрос, как я могу это сделать. Полностью сосредоточьте ваш разум на задаче. Так вы сразу подключите свое мышление к поиску возможностей. Вы начнете мыслить и действовать нестандартно. И обязательно найдете нужное решение. Смотри. Ух, красавец. Действуйте с твердой уверенностью, что вы все сможете и у вас все получится. Делайте то, что нужно сделать прямо сейчас. Делайте это наилучшим образом. С полной самоотдачей, на которую вы только способны. Используйте любую возможность, каждый шанс. Если вы сделали хоть что-то для достижения своей цели, то вы уже ближе к ней, чем были вчера. Именно начав действовать, вы впервые ощутите, как ваши труды приносят первые плоды. Путь к успеху – это долгий путь. И приведут вас к цели постоянные планомерные усилия. Все великие достижения состоят из небольших дел, которые вы делаете каждый день. Запомните, каждый день вы должны приближаться на шаг к своей цели. Первый шаг должны сделать вы. Просто начните действовать. Одна минута решает исход баталии. Один час – успех компании. Один день – судьбу империи. Александр Васильевич Суворов. Принцип семь. Сейчас. Сейчас я вам скажу нечто удивительное. Будьте внимательны. Говорят, что шанс дается один раз. И если упустил его, то рассчитывать уже не на что. Открою вам большой секрет. На самом деле шанс вообще не дается нам. Возможности нас не ищут. Вы заметили, что многие люди всегда чего-то ждут, чтобы начать новое дело. Они ждут подходящего момента, благоприятных обстоятельств, повышения на работе, лето, понедельника. Да, они говорят, что хотят все тщательно спланировать. Им нужно собраться силами. И вот когда они будут готовы, то сразу возьмутся за дело. А другие шаг за шагом идут к своей цели. Каждый день делают то, что нужно. И в результате через десять лет первые так и остаются мечтателями и все еще ждут чудесного шанса. А вторые уже не только достигли всего, чего хотели, а уже ушли далеко вперед. Пока вы ждете идеальных условий, вы просто теряете время. Мы сами должны искать и создавать для себя возможность. Иначе возможность, упущенная одним человеком, будет найдена и реализована другим. Тем, кто смелее, инициативнее и быстрее. Бывает, вам что-то нужно сделать, но вы не делаете этого, потому что не хотите принимать решения. Кажется, что вот так бездействовать и ждать, кстати, непонятно чего, это хороший выход. Но где-то внутри вы чувствуете, что обманываете самого себя. Что на самом деле вам нужно действовать сейчас. Наверняка вы слышали поговорку, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет оправдания. Так вот, большинство людей живут жизнью неудачников из-за того, что не могут в нужный момент принять решение и взяться за дело. Именно так они упускают возможности. Успешность же, наоборот, действует быстро и решительно. Обратите внимание, решительно. И именно тогда, когда видят возможности. Со стороны кажется, что им везет. На самом деле, это способность увидеть прекрасную возможность. Быстро принять решение и тут же начать действовать. Делайте то, что нужно. И когда это нужно? Делайте сейчас. Приучите себя к этому. Не важно, выходной это или вечер. Вы устали? Или вам кажется, что это мелочь? Успех не знает слово потом. Потому что чаще всего это никогда. Если вы не развеете в себе качества, необходимые для достижения успеха, о которых я говорю в этом фильме, то плодами вашего труда будут пользоваться другие. А вы будете прекрасным, отличным трудягой, который всю жизнь крутится, как белка в колесе. Многие люди упорно трудятся дни напролет, без выходных и в отпуск. Но разбогателили. К сожалению, большинство едва поддерживает штаны. А другие не живут на работе. Находят время для себя и для своей семьи. И при этом умудряются стать мультимиллионерами. Должен сказать, что одного трудолюбия недостаточно для того, чтобы стать богатым человеком. Чтобы стать богатым, чтобы достичь успеха, необходимо научиться не упускать благоприятные возможности. Это качество можно в себе развить, накачать как мускулы. Теперь возникает вопрос, как это сделать? Прямо сейчас, слушая мои слова, вы узнаете самый простой и эффективный способ, как научиться видеть благоприятные возможности и пользоваться ими. Начните с незначительных повседневных дел. Принимайте решения быстрее, что купить, что надеть, что поесть и так далее. Бывает, мы зависаем на ерунде. Не мешкайте. Подгоняйте себя. А теперь самое важное. Если вы научитесь быстро принимать решения по таким привычным делам, то и в отношении больших и важных задач ваши скорости вырастут. Намеренно ускоряйте себя. Делайте так хотя бы две недели. И вы увидите хороший прогресс. Обратите внимание, я не говорю о том, правильное решение или нет. Это ключевой фактор, который все тормозит. Люди боятся сделать ошибку и поэтому тянут с ответом. Не делайте так. Принимайте решение и действуйте, даже если потом окажется, что ваше решение было неверным. Со временем вы разовьете не только скорость принятия решения, но и чутье, которое поможет вам принимать правильное решение. А теперь у меня к вам вопрос. Как сегодня прошел ваш день? Вы довольны результатами? Вы сделали что-то, что приблизило вас к вашей цели? Большая ошибка – ждать подходящий момент. Время – это крайне ценный ресурс, его не вернешь. Не сделав нужных действий сейчас, в настоящий момент, вы не получите желаемых результатов в будущем. Просто надеяться, что в будущем все будет хорошо, если сейчас дела идут не очень – это большой самообман. В вашей жизни не появится миллион просто из-за того, что прошло время. Если вы откладываете что-то на потом, то просто лишайте себя еще одной возможности стать успешным и богатым. Не сомневайтесь, не старайтесь найти идеальное решение. Действуйте сразу, решительно и настойчиво. Если вы чего-то хотите, если вы поставили цель и приняли решение – действуйте прямо сейчас. Это отличный момент, чтобы сделать уверенный шаг к своему успеху. Найдется ли кто-то, кто, бросая целый день дротик, не попадет однажды в цель? Цицерон. Принцип восемь. Одержимость. Когда я учился в военном училище, я был в сборной команде. Выступая за свое подразделение, я бежал по полосе препятствий. И вот я иду первым. Впереди разрушенный мост. Нужно прыгать. Мгновение. Хрязь. Искры из глаз. В ноги дикая боль. Я тут же упал. Вижу, как меня обгоняет соперник, который всю дистанцию дышал мне в затылок. Я встал, стиснув зубы, собрав все свои силы. Я обогнал его. Я первым пришел к финишу. Я победил. После финиша друзья меня отнесли в санчасть. Оказалось, из-за неправильного приземления я порвал связки. Я еще месяц ходил в гипсе. Теперь возникает вопрос. Где я взял силы? Интересно, что даже для того, чтобы сделать что-то простое, например, взять чашку, у вас должна быть мотивация. Вы начинаете что-то делать только тогда, когда вы этого реально захотите. Например, выпить чашечку свежего кофе и не стать миллионером. Здесь есть одна важная деталь. Не каждое желание ведет к действию. Чтобы вы начали действовать под влиянием вашего желания, оно должно быть достаточно сильным. При этом, чем сильнее вы хотите получить желаемое, тем активнее и решительнее вы здесь. Вспомните, как порой хочется поехать в отпуск, погреться на солнышке. И ради этого каждый день ты встаешь с утра пораньше и идешь на надоедшую работу. И все это для того, чтобы всего лишь на одну недельку окунуться в эту классферу праздника и беззабыть. Именно так работает страстное желание. Это знакомо каждому. Здесь не удивить вас нечем. А вот дальше слушайте внимательно. Когда вы фокусируетесь на своем желании, то получаете сразу мощный прилив сил. Что действительно важно, это всегда иметь цель. Какая бы эта цель ни была. Потому что тогда вам становится интересно. Это делает вас счастливым, когда вы просыпаетесь утром и идете работать над достижением вашей цели. Тогда не имеет значения, что вам приходится тяжело трудиться. Тогда для вас не важно, что нужно учиться многие часы каждый день. Не имеет значения, что нужно тренироваться каждый день. Что бы то ни было, что только нужно, чтобы сделать вашу мечту реальностью. Это дает вам счастье, мужество, чувство выполненного долга. Стремление к цели дает вам все это. Потому что только это действительно важно. Бывает, что в самом начале вообще нет никакого желания что-то делать. Как быть? Есть один проверенный способ. Я вам сейчас его расскажу. Нужно начать действовать. Делать то, что необходимо для достижения вашей цели. Через не могу, через не хочу. И спустя некоторое время у вас возникнет интерес и желание продолжать начатое. У вас появится бодрость и энергия, во много раз превосходящая то состояние, которое у вас было в самом начале. Теперь уже ваши желания постоянно толкают вас вперед и не позволяют вам остановиться. Страстное желание получить то, что вы хотите, это могучая сила, перед которой ничто не может устоять. Именно оно наполняет человека той энергией, которая необходима для достижения цели, какой бы невероятной она ни казалась. Это происходит потому, что жгучее желание или иными словами страсть дает нам доступ к безграничным скрытым резервам, которые есть у каждого из нас. Помните с чего я начал? Я смог прийти первым даже с разорванными связками. Все это благодаря тому, что я был просто одержим своей целью победить. Я страстно желал этого и поэтому ничто не могло меня остановить. Мы не знаем, на какие достижения мы способны. Иногда вы можете удивить сами себя. Так что если вы будете стараться изо всех сил, если будете действовать на пределе своих возможностей, если будете выходить за рамки своих лучших достижений, вы сможете побить существующие рекорды. Кто-то прыгнул 2 метра, а кто-то прыгнул 2,20. Если кто-то поднимает 1000 фунтов, почему я не могу попробовать поднять 1100 фунтов? Вам все время нужно стараться выходить за рамки существующих достижений. Никогда не устанавливайте ограничения. Мы не знаем пределов своих возможностей. Вы должны удивлять сами себя. Это важно. Обычно у людей не хватает энтузиазма для достижения своих целей. И поэтому у них нет заинтересованности выкладываться по полной. В итоге они получают посредственные результаты. Открою вам большой секрет. Проблема большинства не в отсутствии необходимой энергии и способностей, а в отсутствии нестерпимого желания и твердого намерения достичь своей цели, которая как раз и пробуждает внутренние дремлющие силы человека. Ваша страсть, ваш энтузиазм являются ключом к вашей внутренней силе и способностям. Именно силы желания активизируют вашу волю, и тогда у вас буквально появляются сверхспособности. Вы становитесь невероятно энергичным, решительным, сообразительным, настойчивым, быстрым. Идите за своим желанием. Пусть страсть достичь цели наполнит каждую клеточку вашего существа. Разожгите внутри себя этот огонь жизни. Начните действовать. Вы сможете достичь любой цели, если вы действительно этого хотите. В любом деле важно определить приоритеты. Иначе второстепенное, хотя и нужное, отнимет все силы и не даст дойти до главного. Игорь Васильевич Курчатов Принцип 9 Концентрация Я хочу пригласить человека на эту сцену, который помог Synergy Global Forum состояться как проекту. Человека, который искренне верил в идею и активно помогал ее реализации. Меценат. Предприниматель. Бизнес-тренер. Удивительно разносторонний человек. Президент международного холдинга Life is Good Роман Василенко. Добрый день, любимый город. В детстве я был очень застенчивый. И когда к нам приходили гости, я прятался в другой комнате. И вот что интересно. На сегодняшний день я провел столько встреч и презентаций, что невозможно сосчитать. Сейчас я выступаю перед многотысячными аудиториями. Вообще-то я не раз удивлялся тому, как миф о том, что он такой одаренный от природы, поэтому у нее все получается, так прочно засел в сознание людей. Именно этому они приписывают возможность достичь успеха. В то же самое время тысячи непризнанных гениев и невостребованных талантов едва сводят концы с концами. Они постоянно жалуются на то, что их талант никто не ценит и никто не замечает. Не удивительно ли? Можно предположить, что секрет успеха в энергичности. Многие люди очень инициативны. Я думаю, вы встречали таких. Они все время чем-то заняты. Достигли ли они чего-то стоящего? Как видите, дело не в талантах и не в энергичности. Возникает вопрос, почему одни всегда получают то, что хотят, а другие вынуждены довольствоваться малым? Есть очень хорошая пословица. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Понимаете, в чем дело? Люди ставят себе слишком много целей за один раз и не достигают ни одной из них. Потому что распыляют свою энергию вместо того, чтобы сосредоточить ее в одном направлении. Наибольшего успеха можно достичь только тогда, когда вы все свои мысли и действия концентрируете на достижении поставленной цели. Именно умение концентрироваться на своей цели – это ценнейший навык успешного человека. Итак, для того, чтобы достичь того, чего вы хотите, расставьте приоритеты и определите свою главную цель. Например, если вы твердо решили стать миллионером, то эта цель должна быть главной по отношению ко всем остальным. Теперь все, о чем вы думаете и все, что вы делаете, должно быть направлено на то, чтобы создать капитал размером в 1 миллион долларов. И так должно продолжаться до тех пор, пока вы не достигнете того, к чему стремитесь. Я знаю, что эта мысль вам может показаться слишком смелой. Конечно, наша жизнь более многогранна, и нужно стремиться к тому, чтобы все ее сферы находились в гармонии. Кроме финансов, еще и семья, здоровье, личное развитие. Но понимаете, в чем дело? Чтобы достичь действительно амбициозной цели, вам потребуется расставить приоритеты и на время сосредоточить свое внимание только на том, чего вы хотите достичь больше всего. Как только вы достигнете одной цели, вы сможете переключить все свое внимание на другую. Выбор главной цели и максимальная концентрация на ее достижении – это ключевой момент на пути к успеху. Если вас уже интересует, как развить этот ценнейший навык, то вы задаете правильный вопрос. Но сначала я хочу вас кое о чем предупредить. Разумеется, чтобы получить что-то стоящее, нужно приложить немало усилий. По этой причине люди, у которых нет настойчивости, бросают начатое. Они быстро сдаются. Но если бы они проявили настойчивость и терпение, то смогли бы справиться со всеми сложностями и получить желаемое. Успешные люди знают, что не нужно срывать яблоко зеленым. Оно само упадет к вам в руки, когда созреет. Напоминайте себе об этом всякий раз, когда вас охватит зуб поспешности или лихорадка жадности. Надеюсь, вы уже поняли, как важны терпение и настойчивость. Развивайте в себе эти полезные качества. Чем бы вы ни занимались, не отступайте, пока не достигнете того результата, который вы хотите получить. Знаете, какую большую ошибку допускают многие? Они начинают что-то делать, при этом ясно не представляют, чего хотят получить в результате. Авантюра ввязаться в бой, а там посмотрим, это путь в никуда. Так люди лишь разбрасываются самыми ценными ресурсами, которые у них есть. Временем, силами и деньгами. Конечно, прежде чем бороться за дело, вам нужно понять, а стоит ли вообще его делать? Получите ли вы то, что хотите? И уж когда вы определились, действуйте решительно и настойчиво. Не оглядывайтесь, не сомневайтесь. И главное, не бросайте начатое, пока не доделаете все до конца. Почему так важно доводить начатое до конца? Все дело в том, что отступая раз за разом, вы постоянно ослабляете свою решимость. Вы перестаете верить в то, что можете достичь желаемого. Вы вообще перестаете верить в то, что можете сделать хоть что-то. Поэтому никогда не позволяйте себе идти на поводу своей слабости. Не поддавайтесь на провокации. Да ладно, это же ерунда, это же мелочи, это же ничего не значит. Здесь мелочей не бывает. И даже небольшое отступление или поблажка очень негативно влияют на ваш настрой. Начните с того, что приучите себя делать одно дело за раз. Сконцентрируйте все свои мысли и действия на его выполнении. Делайте все спокойно, размеренно, без суеты и спешки. Берите за новое дело тогда, когда доделайте первое. Вместо того, чтобы сделать несколько дел кое-как, лучше сделать одно и хорошо. Когда мы говорим о концентрации, очень важно знать одну вещь. Я хочу, чтобы вы слушали меня со всем вниманием. Сегодня распространено мнение о том, что нужно быть многозадачным человеком. То есть, делать несколько дел одновременно. Многие считают, что чем больше дел они успеют сделать за одну минуту, тем они эффективнее. Но не торопитесь с выводами. Поразительно, но все это совсем не безобидно, как может показаться на первый взгляд. Если долго находиться в состоянии, когда ваше сознание рассредоточено и одновременно решать 100 задач, то в результате вы очень сильно ослабляете свою волю. Это проявляется в том, что вы чувствуете себя раздраженным, уставшим и опустошенным, как выжатый лимон. Итак, запомните, важна эффективность каждого дела, которое вы делаете, а не количество выполненных дел. Если вы говорите по телефону, то полностью сфокусируйтесь на этом разговоре. Если вы что-то пишете, то полностью сконцентрируйтесь на этом и не отвлекайтесь. Когда вы покупаете продукты в магазине, то делайте только это. Не говорите в это время по телефону, не слушайте музыку, не болтайте с другими людьми. Да, даже такие простые дела выполняйте с полной концентрацией. Так вы будете постоянно развивать свой навык концентрации. И не только это. Для развития концентрации контролируйте свою речь. Прежде чем сказать что-то, сначала думайте. Во время общения следите, чтобы разговор не отклонялся от темы. Научитесь внимательно слушать и не перебивать собеседника. Концентрируйте свое внимание на том, что говорит человек, а не на своих мыслях. Постоянно следите за своим телом. Не чешитесь, не трите глаза или лицо, не теребите что-то в руках, не трясите ногой. Многие люди вообще не контролируют себя. Их тело живет как будто бы отдельной жизнью. Возьмите это все под свой контроль. День за днем делайте то, что нужно для достижения вашей цели. И стремитесь к тому, чтобы каждое ваше действие было эффективно. Один успех ведет к другому. Благодаря этому каждый ваш день становится продуктивным. В итоге вы всегда получите желаемое. Наша суть отражается в наших повторяющихся действиях. Отсюда совершенство есть не действие, а привычка. Аристотель Принцип 10 Привычки Конечно, вы слышали поговорку «привычка – вторая натура». Чем старше мы становимся, тем больше у нас привычек. Понаблюдайте за собой. У каждого из нас есть привычные мысли, привычные действия и привычные эмоции. Мы ходим в одни и те же магазины, едим одну и ту же еду, ездим по одному и тому же маршруту, одинаково проводим выходные и на Новый год обязательно делаем оливье. И, конечно, результаты такой жизнедеятельности в лучшем случае остаются на прежнем уровне. Или, что встречается чаще, со временем все приходит в полный упадок. А все потому, что с возрастом, особенно если человек не занимается своим развитием, многие становятся рабами своих плохих привычек. Поэтому, когда вы приняли решение достичь своей цели, то должны научиться искоренять свои вредные привычки и развивать полезные. Запомните раз и навсегда. Избавиться можно от любой привычки, какой бы сильной она ни была. Сейчас поймете почему. Даже сильная привычка способна жить, пока вы ее кормите. А еду она получает каждый раз, когда вы повторяете привычную мысль, эмоцию или действие. Как только вы начинаете с помощью вашей воли действовать противоположным образом, то ваша вредная привычка теряет энергию и постепенно ослабевает. Если вы решили избавиться от вредной привычки, значит, это она совсем и навсегда. Те, кто курил и бросил, отлично знают, что всего одна сигаретка в день – это самообман. Вы либо делаете, либо нет, иначе результата не достичь. Итак, чтобы избавиться от вредной привычки и заменить ее на полезную, вам нужно знать всего две вещи. Первым делом примите твердое и непоколебимое решение сразу же делать то, что противоположно привычке, которую вы хотите устранить. Вы привыкли во время разговора смотреть себе под нос или по сторонам? Теперь приучайте себя смотреть на собеседника. Вы привыкли постоянно жаловаться, как вам трудно? Перестаньте поддерживать эти мысли. Сразу переключайте внимание на свою цель и начинайте думать о том, что у вас все получается. Вы привыкли не доделывать начатое? Теперь доделывайте, как только в вашей голове мелькала мысль «Ай, ладно, завтра доделаю». Сразу же говорите себе «Я все делаю сейчас, как решил». И продолжайте работу, пока все не сделаете. И вам всего-навсего. Надо делать только то, что вы решили. Не то, что привыкли, а то, что вы решили. Делать, делать, делать. Почему бы это не сделать прямо сейчас? Вам не нужно еще раз все обдумывать или сомневаться. Вы уже все решили. Для этого и существует решение, чтобы затем не тратить время и энергию на те же самые вопросы. Итак, первое, чтобы избавиться от негативной привычки, всегда думайте и делайте наоборот. Тогда, благодаря вашей работе, вредная привычка будет заменена полезной. Чтобы вместо старой плохой привычки у вас появилось и окрепло хорошее, нужно проявить несгибаемое упорство. Но достаточно ли этого? Есть и вторая вещь, без которой вам не победить плохую привычку. Все дело в том, что вам нужно проявить настойчивость и терпение в течение некоторого времени. Считается, что привычка формируется 21 день. Здесь есть один нюанс. Вы должны придерживаться новой привычки 21 день непрерывно. То есть, если вы 20 дней делали все по-новому, а на 21 дали слабину, то начинай все сначала. Бесполезно форсировать этот процесс, перенапрягаться на старте. Быстрее получить результат это не поможет. Вы не только не получите желаемого, но и укрепите у себя комплекс неудачника. Все равно у меня ничего не получается. Поэтому, если вы решили, то идите до конца или лучше даже не начинайте. Не сдавайтесь, не ослабляйте свою концентрацию, как бы тяжело ни было. Когда вы начинаете движение в правильном направлении, только первые шаги даются с трудом. Дальше становится проще, потому что вы открываете свою внутреннюю силу и к вам приходит поддержка извне. Кто делает, всегда получает помощь в тот момент, когда она нужнее всего. Сама жизнь поддерживает вас. Сильнее всех владеющий собой. Сенека Принцип 11 Контроль Да, если бы я знал то, о чем расскажу дальше, то я не совершил бы этих ужасных ошибок. Это были самые страшные дни в моей жизни. Я тогда многому научился и самым ценным поделюсь с вами. Давайте проведем небольшой тест. Уверяю, вы здорово удивитесь, когда узнаете результаты. Представьте себе ситуацию. Как обычно, с утра вы пришли на работу. День отличный светит солнце. Не знаю, насколько это важно для вас, но в Санкт-Петербурге, где я живу, солнце – это само по себе праздник. Вы в предвкушении. Сегодня пятница. И на вечер у вас большие планы. И вдруг вас вызывают в отдел кадров. Вы читаете приказ. Вас уволили. Все в тумане. Мысли путаются. Этого не может быть. Раздается звонок. Банк требует сегодня погасить задолженность. Иначе он отнимет ваше жилье. Раздается еще звонок. Это ваша беременная жена. Она в панике. Ей тоже звонили из банка. Внезапно вы все потеряли. С этой минуты у вас нет работы. У вас нет денег. Вам все время казалось, что вы еще успеете подкопить. Помощи ждать не от кого. Вы готовы к такому повороту событий? У вас есть запасной вариант. Вы подстраховались? Вы разработали план Б на такой случай? Или вы никогда не думали об этом, как и я в свое время? Именно поэтому я совершил серьезные ошибки и оказался на краю пропасти. Дальше слушайте внимательно, чтобы вам не попасть в похожие ловушки и научиться выходить победителем из сложных ситуаций. Некоторое время назад я создал совместный бизнес со своим другом. Он стал моим партнером. Наш бизнес развивался очень быстро. Как говорится, мы поймали тренд. Пошли миллионные обороты. И тут я ошибся первый раз. Все дело в том, что тогда я недостаточно хорошо разбирался в человеческой природе. А проще говоря, я не понимал, что многими людьми движет страх и жадность. Именно этот урок мне тогда преподнесла жизнь. Как известно, деньги дают власть. Чем больше денег, тем больше власти. И это настоящая проверка. Люди теряют разум. Они начинают мнить себя всемогущими. С тех пор мне не раз приходилось видеть, как люди, откусившие больше, чем могут проглотить, терпели полный крах. Из-за мания величия они теряли способность мыслить здраво, теряли чувство реальности. Мой друг опьянел от больших денег и той власти, которую они дают. Алчность толкнула его на то, чтобы присвоить себе наш бизнес, а меня оставить ни с чем. А как партнера убрать из бизнеса? Скомпрометировать его, а потом шантажировать и угрожать. Именно так он и сделал. Все произошло мгновенно. Я и глаза моргнуть не успел. Я оказался перед судьбоносным выбором. Только представьте, с одной стороны бизнес с оборотом в сотни миллионов, с другой – безопасность моей семьи. Сейчас сложно поверить в то, что всего несколько лет назад и был на самом дне. Моя семья осталась без денег, без жилья. Я потерял все. У меня ничего не осталось. Мне нечем было кормить свою семью. Это был январь 2014 года. Сегодня люди недоумевают. Роман, как же у тебя ничего не осталось? Хоть какие-то накопления у тебя должны были быть? Дело вот в чем. Начиная бизнес со своим другом, я совершил второй серьезный промах. Все свои сбережения, все свои ресурсы я вложил в наш совместный бизнес. Вот все, что у меня было. В эйфории вы можете переоценить свои силы и не обратить внимание на очень важные детали. В итоге это может привести к катастрофическим последствиям. Как раз этому я тогда и не придал должного значения. Именно поэтому вы должны развить в себе способность к рациональному и критическому мышлению. Это нужно для того, чтобы трезво оценивать реальность и принимать адекватные и обдуманные решения. Но это еще не вся история. Как вы понимаете, эти ошибки могли разрушить мою жизнь. Но благодаря одной важной вещи я не только смог выбраться из той ямы, но и достиг высот, о которых раньше не мог даже мечтать. Слушайте дальше. Оказавшись на краю пропасти, я стал размышлять. Деньги украли, ладно, дело наживное. Унижение и клевету я тоже переживу. Но что делать дальше? Начать мстить? Это время, силы, эмоции, деньги. Либо те же самые силы я мог потратить на то, чтобы создать новый бизнес. Когда я трезво оценил ситуацию, то увидел, что в обоих случаях и финансовые, и интеллектуальные затраты одинаковые. И я принял решение. Самое главное, умеем ли мы контролировать себя. Контролируя себя, вы контролируете всех и все. Первым делом начните наблюдать за собой. И делайте это постоянно. Мы привыкли думать, что это очень сложно. Тем не менее, это всего лишь дело привычки. Это напоминает вождение автомобиля. Водитель всегда следит за дорогой. Он никогда не теряет контроль. Но сначала это ему давалось с большим трудом. А теперь он даже не замечает этого. Каждый раз, когда вы чувствуете раздражение, проявите всю свою волю и терпение, на которую вы только способны. Чтобы не поддаться этим разрушительным эмоциям. И еще одно. Помните, с чего мы начинали? Если у вас нет клана Б, то прямо сейчас займитесь его подготовкой. Как говорится в мудрой пословице, готовься они летом, а телегу зимой. Позаботьтесь о себе и своей семье. Никто этого не сделает за вас. Когда я оказался перед выбором, что делать дальше, я решил начать все сначала. Но в этот раз я кое-что знал. Если вы собираетесь ввязаться во что-то новое или рискнуть, то хорошенько подумайте. А потом подумайте еще раз. Соберите всю возможную информацию. Взвесьте все за и против. Многие люди полагают, что знают достаточно. Это ослабляет их бдительность. И поэтому они становятся легкой добычей для мошенников и авантюристов. К счастью, мы можем учиться на ошибках других. И надеюсь, вы сделали правильные выводы из моей истории. Самое главное, не начинайте ничего, пока не поймете правила. И всегда имейте запасной вариант. Железо ржавеет, не находя себе применения. Стоячая вода гниет или на холоде замерзает. А ум человека, не находя себе применения, чахнет. Леонардо да Винчи. Принцип 12. Развитие. Известно, что самый быстрый и эффективный способ чему-то научиться – найти того, кто уже достиг успеха в этом и повторять за ним. Поэтому довольно часто можно услышать мнение, что для достижения успеха обязательно нужен наставник. Но вот что интересно, мой пример наглядно доказывает обратное. Как ни странно, у меня не было одного конкретного наставника. Я постоянно наблюдал за успешными людьми и у каждого чему-то учился. Я копировал их образ мышления, их поведение и отношение к трудностям. В результате я могу назвать своими учителями сотни людей. Определенно, вам повезло намного больше, чем мне. Этот фильм для вас лучший наставник. Шаг за шагом он ведет вас к успеху. Хочу обратить ваше внимание, что наставник – это не нянька и не надсмотрщик, который раздает волшебные пинки. Если вы ждете именно этого, то сильно разочаруетесь, услышав то, что я вам скажу. Наставник может лишь указать направление, показать пример, но действовать придется вам. Ни один наставник не заменит вашего жгучего желания достичь цели. Ни один наставник не выполнит вашу работу за вас. Развитие не происходит, само собой. Это ваша задача, ваша ответственность. Вы можете стать тем, кем хотите, в любой момент своей жизни. Если вы сегодня обладаете какими-то слабостями или недостатками, то в ваших силах это все изменить. Вы застенчивый человек? Развейте в себе уверенность. Вы не умеете обращаться с деньгами? Научитесь. Все это в вашей власти. Вы сами формируете свою личность. Каждый день, каждую минуту. Дальше я расскажу о двух важных качествах, которые необходимы каждому успешному человеку. Сила воли. Принято считать, что у кого-то она развита больше, а у кого-то меньше. Это ошибочное мнение. Сила воли есть у каждого человека. Люди, которые достигают своей цели, умеют пользоваться силой воли. Тогда как другие просто не раскрыли для себя эти возможности. Многие люди спрашивают, с чего начать развитие силы воли? Вот три простых совета. Начните их применять прямо сейчас. Первое. Не важно, какая задача стоит перед вами или какую работу вам надо выполнить. Возьмите за правило, делайте ее самым тщательным образом. При этом вы должны понимать, что делайте это для того, чтобы развивать свою силу воли. Второе. Вырабатывайте в себе привычку максимально сосредотачиваться на выполнении задания. И доводить любое дело, за которое вы беретесь, до конца. Третье. Раз в несколько дней делайте какое-либо дело, которое кажется вам трудным и неприятным. Это развивает у вас способность задействовать свою волю тогда, когда это нужно. Чем чаще вы задействуете свою волю, тем сильнее она становится. Даже самые незначительные дела, выполненные таким образом, заметно укрепляют вашу волю. Уже через несколько недель постоянной практики вы разовьете в себе уверенность, что за какое дело вы бы не взялись, у вас все получится. Ваша воля станет твердой, если вы сами сделаете ее такой. Вам потребуется приложить усилия и проявить терпение, чтобы получить достойный результат. Инициатива – другое очень важное качество успешного человека. Нехватка инициативы очень часто является причиной того, что люди не достигают успеха. Они ждут указаний и приказов. Им нужны советы и волшебные пинки. При том, что это умные и талантливые люди. Они всю жизнь прозябают в бедности и унынии. Со стороны может показаться, что им не везет. А знаете, почему это происходит на самом деле? Они просто не проявляют нужные инициативы. Я думаю, вы это видели и не раз. Когда, казалось бы, более достойные люди годами не получают повышения, а их коллеги, которые вроде и не так умны, быстро шагают по карьерной лестнице. Про таких людей говорят, что они наглые, пробивные, что им везет. А в действительности это умение действовать в своих интересах. Оно-то и помогает достигать им большего успеха, чем их скромным, а на самом деле безинициативным коллегам. Вы знаете, что ничего в этой жизни не дается просто так. Наивно думать, что успеха достигают те, кому везет. Только тот, кто не растрачивает энергию зря, а действует решительно и смело, только тот заслуживает успеха. Помните, вы и только вы ответственны за успех в вашей жизни. И достичь этого вам вполне по силам. Не ждите помощи от других. Не надейтесь на удачу и везение. Приучите себя быть инициативным человеком. Думать и действовать ради себя. Хочу обратить ваше внимание, что образование и интеллект не имеют ничего общего с успехом. Для того, чтобы стать миллионером, совсем не нужно иметь IQ 140 или быть Нобелевским лауреатом. Что это означает для вас? Чтобы стать успешным, вам нужно многое узнать и многому научиться. Но не просто пройтись по верхам. Нужно уметь из всего информационного потока выделять действительно полезные вещи. И переводить эти знания из пассивного состояния, я это слышал, в активное состояние, я это применяю. Мечтам и годам нет возврата. Александр Сергеевич Пушкин Я часто вижу одну ошибку, которую допускают те, кто стремятся к успеху и богатству. Люди начинают применять принципы успеха и у них начинает получаться. Их жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Они достигают целей, которые поставили в самом начале, но на этих первых результатах все и заканчивается. Они получили то, что на самом деле и было пределом их мечтаний. Например, люди говорят, что не хотели бы стать миллионерами, а на самом деле они просто хотели бы вылезти из долгов. Получив это, они внутри успокаиваются и считают, что дальше можно ничего не делать, все просто идет само. А стойких правильных привычек у них еще нет. Через некоторое время все возвращается к тому, с чего все начиналось. Тогда эти люди удивляются и говорят, что эти принципы не работают. Они не стали миллионерами и не вывели свой уровень жизни на тот, который они хотели. Вы можете говорить все, что угодно о миллионах, о шикарных домах и яхтах, но если внутренне вы не верите, что именно вы заслуживаете всего этого, то вы и не сможете это получить. Обычно, если человек богат и успешен, он понимает, что он сам создал этот успех. Но если человек неудачник, то он считает, что он в этом не виноват. Просто так сложилась жизнь, ему не везет, у него нет талантов и способностей. И все вокруг виноваты в том, что он такой, какой есть. Родители виноваты, учителя, правительство, муж или жена, начальники на работе. Практически никогда вы не услышите слов. Я ленивый, незинициативный, нерасторопный. Я выбираю развлечения вместо достижения цели. Я сдаюсь и не делаю то, что нужно, когда до цели один шаг. Я ною и жалуюсь вместо поиска решений и ответов на свои вопросы. Я знаю, что надо делать, но просто не делаю этого. Да и вообще ничего не делаю из того, что нужно, чтобы достичь успеха. Вы обращали внимание, что успешные люди очень похожи на вас. Они живут на этой же самой планете Земля, в тех же городах. Они имеют такое же биологическое строение. У них 24 часа в сутках и 12 месяцев в году. Они спят, потому что им точно так же, как и вам, нужно восстанавливать свои силы и отдыхать. Они едят, и для того, чтобы перемещаться в пространстве, они используют автомобили и самолеты, как все люди. Они пользуются телефонами для того, чтобы поговорить с теми, кто не рядом с ними. Вы ведь тоже так делаете. Успешные люди не киборги с возможностью телепортаться и способностью питаться солнечной энергией. Они очень похожи на всех остальных, они такие же, как и вы. Так в чем же причина их успеха? В чем ключевое отличие успешного человека от неудачника? Эти люди верят в себя. Верят в себя решительно и непоколебимо. Именно поэтому они ставят большие цели и делают великие дела. Им известно, как использовать свои ресурсы. Люди, которые достигли успеха, научились не тратить свои силы зря. Вкладывайте все свои силы в то, чем вы занимаетесь. Не отвлекайтесь ни на что другое. Не ждите быстрых результатов. Вокруг человека, который что-то делает, всегда будет толпа критиков и праздно шатающихся. Не обращайте внимание на их замечания. Не старайтесь произвести на них впечатление и не доказывайте им ничего. Направьте всю свою энергию на достижение своих целей. Если вам 17 лет, у вас должно быть понимание, к чему вы стремитесь. Если вам 10 лет, у вас должно быть понимание, к чему вы стремитесь. Поэтому я очень настоятельно рекомендую людям понять самих себя. Не находиться постоянно в интернете. Отложите в сторону смартфона и другие гаджеты и выделите время на то, чтобы спокойно поразмышлять о том, чего вы хотите достичь в жизни, кем вы хотите быть, какой должна быть ваша жизнь через 10 лет. Вы должны иметь план, потому что тогда работа будет приносить вам радость. Не нужно недооценивать себя и не нужно переоценивать других. Вы сделаны из того же теста, что и самые успешные люди, которые жили на земле. Вы обладаете огромным потенциалом, способностями и талантами. Вы не обычный человек, а обычные люди не смотрят подобные фильмы. Начните действовать прямо сейчас, применяя принципы, о которых я вам рассказал. Смело идите к своей цели и всем сердцем верьте в себя. Заявите миру, что вы достойны, и мир согласится с вами. Во вселенной, в этой могучей, безграничной вселенной, есть все, о чем можно только мечтать. Вы часть этой вселенной, и у нее точно найдется для вас все, что вы захотите. Я – миллионер. Решительный и смелый. Целеустремленный. Я действую сейчас содержимостью и концентрацией. Я сам формирую свои привычки, контролирую свою жизнь и постоянно развиваюсь. Я всегда достигаю всего, чего хочу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова